Есть у меня два креда, два послания вообще, да, в жизни, о которых я вообще радею и ревно соотношусь. Это чтобы люди Божьи, особенно молодежь, вознавало Слово, было прилеплено к Слову Божьему, чтобы оно растворяло Слово верой. И второе, и второе, второе, это интенсивная, постоянная молитва, которая через пророческий дух высвобождает на землю проявление Божьей славы. И, конечно, третье послание, тоже ключевое, чтобы человек был счастлив, когда он был. Ты должен достигать счастья с Богом, ты должен познавать уже как благо Господь, видеть эту, как бы, совершенную любовь к себе, видеть его благодать к себе и принимать эту благодать. А служение уже, да, и страдания, это ответная реакция, ответная реакция на познание его любви и благодати. Поэтому наша цель – прилепиться к Иисусу, быть вообще не с ним, познавая Его Слово и неся эту радость, неся эту любовь. Если мы имеем любовь, все остальное тоже совершится, правильно? И на самом деле мы проходим в процесс, в процесс, как бы, достигая любви, достигая любви через все, через взаимодействие друг с другом, через процесс какие-то работы, да? Потому что проявляется наше греховное тело плоти, и мы как побеждаем? Побеждаем с духом. А любовь к Агапе – это сверхъестественная любовь. Это не усилие воли, это не установка психологическая, потому что все нравственные и моральные кодексы, если он не основан на слове Божьем и на вере, он рано или поздно даст боль. И люди разводятся, люди друг друга обвиняют и все. Но любовь к Агапе – это дар, дар Божий, это сверхъестественная любовь, безусловная любовь, которая пребывает в нас, изливается духом с дым, и мы тогда способны быть океаном любви. И практиковать в этом, и надо отчаиваться, можно каждый день принимать в этом, правильно? Дар Божий.